Добрый день! Только что вернулся из поездки по городу, немножко тут по делам пришлось поехать. И вот что интересно, на что я обратил внимание. Все говорят про коронавирус. Все. У нас в какой-то школе там, какой-то школьник вернулся из какой-то страны, которая закрыта для приезда. Короче говоря, теперь все в панике, что нельзя собираться там. Министерство здравоохранения выдало постановление какое-то по поводу того, что нельзя собираться там больше ста человек вместе и так далее. Я понимаю, что нужно слушать распоряжения властей. Министерство здравоохранения это власть и то, что они говорят, мы должны исполнять. Но смотрите, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. И поскольку мы люди верующие и гражданство наше небесное, и мы знаем, на кого нам нужно уповать, обратите внимание вот на что. Ровно через 4 дня наступает праздник, который называется Пурим. Праздник Пурим является одним из самых веселых и радостных праздников. В этот день дети переодеваются, устраивают карнавалы. Должно быть шествие карнавальное в разных городах. И сейчас именно план дьявола заключается в том, чтобы эту радость разрушить. Потому что написано в этих указаниях Министерства здравоохранения, если вдруг ваш ребенок контактировал с теми-то и с теми-то, вам необходимо его на 2 недели запереть дома. Вы представляете, что такое запереть на 2 недели дома ребенка? Простой вам пример. Я сегодня, когда ездил по делам, мне нужно было зайти в магазин и обменять там раутер. Неважно. Захожу и стоит женщина, которая разговаривает с другой женщиной и говорит, что я теперь, если я вернулась из Европы, меня посадили на 2 недели домой, и я что теперь должна все время дома сидеть, у меня есть какие-то дела, мне нужно выходить, мне нужно общаться. Представьте себе, насколько люди безответственно относятся к постановлению властей. Власти сказали, нужно сидеть дома 2 недели, но люди при этом выходят. Теперь вопрос. Откуда вы знаете, что человек, который находится рядом с вами, в автобусе, на остановке, на улице, который прошел просто мимо вас сейчас, что он не вернулся из Италии, скажем, или из Швеции, или из других стран, которые закрыты для посещения из-за того, что там не успешно коронавирус. Люди относятся очень безответственно к тому, что им говорят. И поэтому нет никакой гарантии, что люди, которые находятся с вами сейчас рядом, вот просто рядом с вами сидят, они не имели контакта с зараженными людьми. Потому что вы не знаете, может быть ее муж или его жена вернулась только что из заграничной поездки, она вам об этом не сообщает. Вы не знаете, может быть они вообще вот там буквально неделю назад вернулись из Китая, вам это тоже никто не сообщает. Может быть им сказали сидеть дома, и они вышли при этом из дома, вам тоже об этом никто не сообщает. Получается, что дьявол запланировал все это таким образом, чтобы в самый веселый праздник в году мы все оставались дома и никуда не выходили. У всех истерика по этому поводу. Я хочу напомнить нам, дорогие братья и сестры, что мы опираемся на Слово Божие. Слово Божие есть твердое основание, и мы Господне крепкая башня, убегая туда праведный и безопасен. И в зачитанном нами до дыр 90-м псалме написано следующее из 9-го стиха. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедовало тебе охранять тебя на всех путях твоих». То есть, если мы возьмем обетование Господне в оборот, каждый день, будем провозглашать это на свою жизнь, мы должны понимать, что у Господа есть план для нас. И Он нас послал, чтобы мы заболели короной, и не для того, чтобы мы находились дома. Мы должны благовествовать. Дьявол хочет запереть нас в домах. Я не говорю, что мы сейчас должны пренебречь всеми нервами безопасности. Нет. Старайтесь не бывать там, где очень тесно соприкасаются люди друг с другом. То есть, на концертах, может быть, каких-то, где люди там стоят друг с другом рядом и чихают, и кашляют друг на друга. Возможно, места большого скопления людей без нужды ходить не нужно. Но сидеть дома или лишить детей радости... Смотрите, Министерство здравоохранения выпустило директиву о том, что больше 5000 человек собираться нельзя в одном месте на открытом пространстве. Любое шествие любой школы – это 300, ну 400, ну 500 человек максимум. Поэтому не надо этого бояться. Дьявол хочет, чтобы мы лишились этой радости. Мы не должны давать этого ему сделать. Мы должны просто провозглашать то, что нам Бог дал не духа страха, не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. Мы должны провозглашать постоянно этим духом. Мы разрушаем всякие козни дьявола. У нас есть власть наступать на всю силу вражью. И эти вирусы, которые сейчас просто дьявол сеет для того, чтобы приблизить вот это последнее время, когда тьма будет сгущаться и болезни будут и так далее, просто нам нужно это все разрушать. Разрушать именем Иисуса Христа, потому что перед этим именем приклонится любое колено – земное, небесное и преисподнее. Поэтому я благословляю вас. И еще раз говорю, не пренебрегайте мерами безопасности. С другой стороны, не впадайте в панику и в страх. Не давайте дьяволу просто прийти и разрушить вашу радость в вашей жизни. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к тем распоряжениям, о которых говорят власти, о которых говорят в школах и так далее. Но не сеете страх. Не сеете панику в своем сердце. Потому что мы можем сеять все, что мы хотим, но пожинать мы будем только то, что мы посеем. И если мы будем с вами уповать на Бога, если мы перестанем с вами бояться всего и провозглашать обетование Божие, которое о нас во благо, а не во зло, не о том, что ангелам своим он заповедует беречь нас на всех путях, потому что мы избрали Господа прибежищем своим, мы всегда будем в безопасности. Будьте бдительны просто и бодрствуйте. Бодрствуйте и бодрствуйте в молитвах. Не обязательно не спать на ночах. Нужно просто бодрствовать в молитвах. Пусть Господь вас обильно благословит, и вся защита Его будет на вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.